Всем добрый день! Я Лада Христенко, мастер лоскутных одеял, создатель и продюсер Академии Лоскутного Шипера. Сегодня у нас с вами вторник, 207-й лоскутный эфир, и мы продолжаем наш сериал обучающего практикума. Сегодня у нас вторая серия сезона по сборке лоскутной панели, по сборке планок, техники, ленточной сборки. И сегодня Ирина Юрьевна, которую вы уже видите, конечно же, на заднем плане, расскажет вам о том, как правильно разрезать ткани и о вариантах подбора цвета для ленточной сборки. У нас не так много времени, поэтому, пожалуйста, нажмите кнопочку подписаться на канал и прямо сейчас смотрите видео. Добрый день! Я Ирина Муханова, креативный директор и преподаватель Академии Лоскутного Шипера. На прошлом лоскутном эфире мы с вами говорили о том, что прекрасные, большие, текстильные картины, которые продаются как панели специально для лоскутниц, можно очень эффектно и быстро организовать в большое лоскутное изделие, такое, как одеяло. Этим мы с вами сегодня и займемся. На начальном этапе мы должны были подготовить материалы, дополняющие нашу панель. Для работы, напомню, нам потребуется для большого полотна 90 на 110 сантиметров или чуть меньше 7 тканей по 0,6 метра, по 60 сантиметров. Для панели размером 60 на 110 сантиметров вам потребуется 8 тканей, но тоже по 60 сантиметров. Еще раз напоминаю, что вся красота вашей работы зависеть будет от правильного выбора тканей по цвету. Поэтому посмотрите на палитру вашего кусочка художественного в вашей панели и подбирайте ткани, соответственно, поддерживающие те цвета, которые в этой панели реально есть. И вот мы выбрали, соответственно, 7 тканей от самой светлой с цветочным зелено-желтым узором до темной. Вот видите, такой вот яркий, но тоже в цветах осени. Обращаю ваше внимание, в прошлый раз я на этом не заостряла внимание, то, что в свой набор я голубой не включила. Дело все в том, что гораздо эффектнее смотрится в теме осень набор из теплых оттенков. А теплые оттенки это красно-желтые и желто-зеленые. А вот холодные тона я сюда просто совсем не включила. Хотя они присутствуют в нашей картинке, но они могут разбить единство и гармоничность нашей каймы. То есть, на самом деле, еще раз напоминаю, не все краски, которые есть в вашей лоскутной картине, вы должны, так сказать, подобрать в качестве компаньонов лоскутных, но выбрать, чтобы тут между собой ткани были тоже гармоничны по какому-то закону. Опять же, милости просим на курс цветоведения в нашей академии. А теперь мы переходим от чисто художественных задач к задачам абсолютно практическим. Мы с вами должны нарезать вот эти ткани-компаньоны на лоскутные планки, которые и будут создавать нам все пространство нашего одеяла, кроме вот этой вот панели. То есть, мы будем обшивать ее лоскутными планками. И теперь приступаем к раскрою. Ну, для начала очень советую не делать длинные планки. То есть, не 60 сантиметров, те, которые вы отрезали от каждой ткани для этой работы, а куски лучше брать длиной 30 сантиметров. Тогда достаточно узкие планки, они у нас будут в готовом виде где-то чуть больше 6 сантиметров. Ну, может быть, под 7, это зависит от ваших припусков. Они будут смотреться более гармонично. То есть, слишком длинные планки, они, соответственно, эффекта лоскутности не дадут. Что нам, собственно, и нужно в нашей работе. Поэтому кусок материала 60 сантиметров вы сразу разрезаете на два кусочка по долевой, по 30 сантиметров. Долевая, напоминаю, это то, что идет параллельно к рунке. Вот. И абсолютно не тянется. Попытки набирать вокруг панели планки, в которых долевая стоит поперек планки, они по длине, заканчиваются очень плохо. Полотно начинает фолдить, начинают появляться всякие разные пузыри. Поэтому я при сборке мозаичной из планок использую планки по длине долевые. Вот на это обратите внимание. Потому что начинающие не всегда сознают, насколько важно учитывать положение долевой при раскрое лоскутных деталей и попадают в просад при сборке больших изделий. Пока изделие маленькое, вот эти волны не успевают набегать. То есть на прихватке, честно говоря, все равно, какая у вас полоска долевая или поперечная. Но на краю одеяла у вас поперечные планки дадут страшный совершенно вот такой вот, соответственно, фистончик, который даже иногда и застегать ровно, в ровную поверхность не удается. Даже опытным мастерам. Я вот неоднократно сталкивалась вот с такими проблемами по краю одеял, который мне дают на стежку. Теперь, поскольку мы с вами имеем вот такие кусочки, наша задача их быстро раскроить на нужной нам планке. Очень советую ширину планки делать в раскрое 8 сантиметров. Ну, во-первых, это очень удобно именно при такой ширине куска ткани. То есть длина у нас 30 сантиметров, ширина 110, но она не 110. Здесь вот эти вот сейчас каемочки наши, вот эти вот края, сейчас я срежу. Поэтому оптимально делать раскрой планками шириной 8 сантиметров. Но поскольку это не сложная мозаика, а достаточно простой лоскутный набор, то вот эта вот миллиметровая, вот буквально вот такая точность раскроя здесь не так важна. Потому что, ну, будет пошире немножко полоска, чуть поуже. В одеяле это, я вас уверяю, с расстояния 50 сантиметров уже не видно. Поэтому, ускоряйтесь, что имеется в виду. Делайте раскрой многослойный. То есть я возьму сейчас, во-первых, все эти куски у меня так и сложены пополам, по ширине. Прямо так я и буду кроить пополам сложенные. Более того, я буду кроить из двух кусков сразу. То есть сложу на, соответственно, мате эти куски вместе и буду раскраивать каждый цвет прям сразу. Это будет оптимально. Итак, посмотрим. Для раскроя нам потребуется, естественно, линейка, ножик. И можно начинать. Ну, во-первых, никогда не кладите линейку прям на край мата. Потому что вот это вот движение, раз, и у вас, соответственно, уже точного раскроя не будет. У вас вся поверхность линейки должна лежать на мате плотненько. Второе. Старайтесь сразу края выровнять. И для того, чтобы процесс немножко контролировать, обязательно положите кусок по разметке мата. Я, в принципе, когда делаю раскрой нескоростной, в принципе, на этом не настаиваю. Но вот здесь очень важно, чтобы вы контролировали каждый раз перпендикулярность нарезки полос, планок этих лоскутных по мату. Итак, первое, что мы делаем, мы срезаем, соответственно, кромку. Вот в данном случае беловатую часть ткани. Или даже если она того же цвета, что и остальная ткань, мы должны срезать более плотные краешки. Как вы видите, для этого достаточно одного движения ножом. И вот у нас получились кромки. Кромки ни в коем случае не выбрасываем. Это прекраснейший материал для так называемой ложной мозаики, накладной. То есть можно накладывать друг на друга эти полосочки, сшивать каким-нибудь красивым декоративным швом, получать прекрасное полотнище. Для чего хотите? Хотите для салфеточек, хотите для сумочек. То есть это отдельное направление лоскутной сборки. Теперь мне нужны 8-сантиметровые по ширине полосы планки. Планки, потому что они имеют длину 30 сантиметров. Таким образом я выкладываю по срезу разметку 8 сантиметров на линейке. И отрезаю себе сразу 4 планки. Вы видите, да? Таким образом мы работу с вами серьезно ускоряем. Итак, нам надо все куски, которые мы отобрали для работы, нарезать на планки шириной 8 сантиметров и длиной 30 сантиметров. Продолжение следует... И раскроем несколько слоев, сложенных пополам в кусков ткани. На краю посередине у нас вот такая складка. И когда мы начинаем вырезать планки, эта складка, она плохо расправляется, и поэтому мы можем внести искажения в ширину планок. Поэтому я не дорезаю до конца. Представляете, да? У нас вот так вот сложенные пополам, соответственно, кусочки 8 тут уже нету сантиметров. Я их сейчас расправлю на утюге, вот эту центральную складку. Снова сложу стопочкой и уже без искажения нарежу планки нужной мне шириной. Раскрой завершен. И теперь мы приступаем к композиционной раскладке полученных планок. Вот наши нарезанные планки. И нам нужно решить вот именно на этом этапе очень четко, в какой последовательности мы эти планки будем собирать в единое полотно. Тут вариантов несколько. Первый вариант я вам сейчас покажу. Смотрите, вы берете светленькую планку, показываю прямо вот рядом с основной частью нашего одеялки с панелью. Дальше мы берем темную планку, то есть разделяем на темные и светлые планочки. Дальше опять, соответственно, светлую планку. Дальше темную. Ну и так далее. Рыженькая, она у нас как бы и не темная, и светлая. То есть у нас получается три темных, три светлых и рыжая средняя, которую мы будем вставлять опять же туда, куда захотим. Соответственно, можно поставить вот сейчас рыженькую, дальше светленькую и так далее. Сейчас я посмотрю. Значит, планки у нас пойдут со сдвигом относительно друг друга, причем неконтролируемо. Такая техника сборки. Поэтому, если вы используете вот этот вот способ светлый и темный, светлый и темный, светлый и темный, у вас получается что-то типа, опять же, да, вот таких вот, я бы так сказала, темных полос и светлых полос со сдвигом. То есть это первый возможный, на мой взгляд, интересный вариант раскладки. Здесь можно поставить, например, беленькую. Мы тут будем поворачивать за счет того, что просто обрезать полосу и разворачивать, шить дальше. Поэтому можно даже сымитировать это движение. Вот у нас такие уголки кое-где будут из единой, из одинаковой ткани, скажем так. Но вот этот вот способ, он чем у нас, на мой взгляд, не очень хорош, тем, что надо будет потом при сборке очень серьезно следить, чтобы одинаковые планочки не попали на соседние места. Чтобы нигде вот здесь вот темные планки и светлые планки не были одинаковы. Поэтому вот когда такой вот быстрый разброс светлые и темные, светлые и темные, очень легко, соответственно, запутаться дальше при сборке и получить то, что не очень хочется получить. Что мы можем использовать еще? Какой принцип? Я абсолютно сторонник логических решений. То есть хаос мне не подходит ни при каких условиях. Хотя я знаю, что некоторые товарищи просто все сошьют, как бог на душу положит, а потом посмотрят и скажут, что-то как-то вот никакой красоты, под которой я лично понимаю логику, в этом изделии не просматривается. Поэтому я предлагаю еще один способ, которым, собственно, сама и буду пользоваться. Я расположу все планки как бы по светлотности, от темных к светлым. Ну или наоборот, это не принципиальный вопрос. Вы видели, что даже при раскрое я уже примерно так и сложила, потому что мне кажется, что это будет интереснее. Давайте попробуем так выложить. Итак, сначала вот этот вот пестренький, дальше у нас, соответственно, зеленый, дальше вот этот красный, дальше у нас пойдет, какой у нас, а, рыженький. После рыжего у нас вот этот светлый зеленый, желтый. И, наконец, завершает картинку беленький. То есть вот такая вот последовательное изменение светлотности тоже выглядеть будет очень хорошо. Но я сразу говорю, приступая к работе, вы должны уже выбрать один из этих двух способов. Частный случай иногда бывает, когда у вас внутренне контрастная подборка палитра, вот этих тканей компаньонов, иногда можно выкладывать таким образом. То есть сначала все красные и с переходом на желтый. То есть как бы делаем светлотную растяжку по желто-красным. И потом два оставшихся зеленых тоже в правильной растяжке. Так вот тоже можно делать. Все равно получается как-то более-менее логично. То есть планки как бы вот друг в друга перетекают и получается неплохо. Но я это использую тогда, когда у меня тона делятся на две группы примерно пополам. То есть, грубо говоря, три одной ткани, четыре другой ткани другого тона. Или четыре одного тона, четыре другого тона. Вот тогда я бы делала вот именно такие вот тоновые, что называется, растяжки по светлоте. А в данном случае я честно говорю, что я буду использовать вот самый простой способ по светлоте. Буду чередовать с изменением светлотности правильным, плавным, по вот этой вот ленте, которая будет кружиться, кружиться, кружиться при сборке вокруг панели, образуя ей достойную, я бы так сказала, кайму. Итак, сложив, выбрав способ пришивания, последовательность пришивания полос, мы не сразу бросаемся их пришивать к полотну. Мы с вами используем очень интересный, быстрый и качественный способ сборки этих планок, а именно через ленту. Единую ленту для всего одеяльника. Итак, сегодня мы с вами подобрали нужную нам раскладку планок вокруг лоскутной панели. Нарезали нужное нам количество планок. Кстати, сразу могу сказать, что у нас из двух кусков по 30 сантиметров получается 26 планок одной ткани. И таких видов планок у нас 7 штук для большой панели, а для, соответственно, 60 на 110 панели у нас 8 видов планок по 26 штук. И подготовьте все эти детали к будущей работе. А на следующем эфире мы с вами начнем сборку нашей единой цветной красивой ленты. Удачи вам в работе!